Учащиеся, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на прекрасной экспозиции выставки, которая называется «Взгляд сквозь века», она приурочена ко дню города Вельцы, который совсем скоро уже настанет, это завтра, и продлится эта выставка до 1 июня, то есть вы сможете наблюдать, приходить сюда с родителями, с друзьями, показать им, потому что эта экспозиция уникальна, команда собрала для вас очень уникальную информацию про быт города, про архитектуру, про очень многие здания, которые не сохранились, в большом сожалению, по сегодняшний день. Некоторые вещи для того, чтобы вам показать, представить историческую справку о прошлом города, прибегли и к искусственному интеллекту, который помог, скажем так, нам преобразить и показать, как бы выглядело то или иное здание, поэтому это вам будет наиболее интересно. Данное мероприятие было организовано рядом людей, которые приложили огромнейшие усилия, это представители общественной организации «Общее дело», это Русская община муниципия Вельц, партнерство с примарией муниципи Вельцы и Координационным советом российских соотечественников в Республике Молдове. Сейчас мы бы хотели бы в первую очередь, прежде чем мы приступим именно к исторической справке, представить вам прекрасных людей, которые также пришли сегодня нас порадовать замечательной музыкой. Это Границкая Лиля Борисовна, доктор педагогических наук, доцент кафедры искусств и музыкального воспитания, государственного университета имени Олега Руссо, и Алексей Пряшко, выпускник университета имени Олега Руссо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 присутствуют руководители общественных организаций. Я, с вашего позволения, все-таки представлю. У нас на сегодня доктор экономики Николай Владимирович Старцевич. У нас заведующий, руководитель общества офицеров в муниципе Белосгополио-Зеленецкий. У нас коллеги, члены правления, члены совета русской общины, наш, ваш коллега, в том числе и педагогов, который Владимир Викторович Кулебякин. И вы знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, что данное мероприятие, данная выставка, она была возможна, конечно же, в поддержке наших, можно так назвать, старших товарищей, это примарии муниципия Белосгополио-Зеленецкого и Координационного совета российских соотечественников. Сегодня в нашем зале вместе с вами присутствует, участвует руководитель отдела культуры, примарии муниципи Белосгополио-Зеленецкий. Мне предоставить слово представителю примарии, руководителю отдела культуры Стелли Викторовне. Пожалуйста. Спасибо. 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 Уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы открыть уникальную фотовыставку, посвященную истории нашего города. Проект «Взгляд сквозь века. История Бельц-фотографий XIX-XX века». Эта выставка не просто собрания старых фотографий, это окно в прошлое, позволяющее нам заглянуть в историю нашего прекрасного города и проследить, как он менялся на протяжении целого века. Бельц – город с богатой историей и уникальной культурой. Каждое изображение на этой выставке запечатлело момент истории, который рассказывает о жизни, людях, зданиях, улицах нашего города. Фотографии, собранные здесь, позволяют нам ощутить атмосферу прошлых лет, увидеть лица тех, кто жил здесь до нас, и проследить изменения, произошедшие за многие-многие десятилетия. Наша выставка условно разделена на несколько категорий. Это лица, архитектура, открытки письма, улицы. Каждая из категорий позволяет вам погрузиться в разные аспекты жизни Бельц. Начнем с категории «Лица». В данной категории представлены работы известных в Бессарабской купернии фотографов, таких как Альшанецкий, Мальц, Булых. Каждая их фотография, каждая их работа может быть рассмотрена как отдельное направление в искусстве. На этих фотографиях вы увидите жителей Бельц с 19-го, начала 20-го века. Их стиль одежды, прически, выражение лиц, манеры позирования. Все это позволяет нам увидеть, как выглядели контакты наши горожане. Продолжение следует...